Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Только мы успели порадоваться хорошей погоде, что виноград наконец-таки зацвел, наверстывает упущенное, завязывает ягодки. И все как бы классно, как настигло нас несчастье. После жаркой погоды пришел сильный дождь и пришел град. Вот как это было. Светлана. Мне удалось заснять только маленькую часть стихии. На самом деле все было гораздо больше, дольше и серьезнее. Сейчас отключено электричество. Когда его подключат, тоже неизвестно. Были перебои со связью. Ну вот как-то так. Ну а теперь оцениваем ущерб. Шпалеры, которые стояли с запада на восток, они пострадали несколько меньше. Потому что направление как раз-таки шло вот это с запада на восток, град лупил. Но тем не менее, вот смотрите, дырки на листьях. Это все повреждения градом. Кое-где посекло листья, кое-где отбило верхушку. Но даже не успев вот кое-что подвязать на этих шпалерах, в принципе, именно в этом направлении повреждений, я бы сказала, минимальные. А вот то, что на южной стороне пострадало гораздо больше и, конечно, выглядит очень печально. А вот то, что перед домом. Здесь, конечно, лозы грустные, очень грустные. Поникший лист. Лист много где отбит. Вот там видно. Вот там видно. Ну, много где, видите, какое. В каком это все состоянии. Здесь уже другое направление, здесь несколько меньше, но тем не менее, вот тоже обломаны верхушечки. Там дальше обломан побег. Здесь совсем печаль с гроздями. Можно сказать, произошла естественная нормировка, видите. Вот гроздь практически полностью. Вот гроздь практически полностью. Вот лист, гроздь. Опять гроздь. Ну, вот с другой стороны, тут повреждений немножко меньше. Ну, посмотрим, пока рано вообще делать какие-то выводы, потому что... Вот удар. Приближу. То есть, как бы, вроде ничего не отбило, но, видите, коричневое пятнышко. То есть, это удар. И что здесь будет, на самом деле, сказать сложно. Конечно, если так посмотреть совсем издалека, то, в принципе, кажется, что, ну, ничего особо страшного. Ну, самое страшное повреждение, это абсолютно не то, что я вам показала. Смотрите. Что у нас стало с ягодой. Вот это коричневое. Это все побитое градом ягода. И побитое, и побитое, она очень-очень сильно. Сейчас тоже сложно сказать, сколько процентов уничтожено, но уничтожено очень много. И это, конечно, очень грустно, очень печально, но поделать с этим мы ничего не можем. Но еще в нашем регионе, конкретно даже в этом районе, град, это редкое явление, очень редкое. И такие повреждения, вот, за 10 лет, даже за больше, мы видим первый раз. Ну, видите, все когда-то бывает в первый раз, к сожалению. Против стихии мы бессильны. И иногда случаются и вот такие неприятности. Ну, конечно, скажу вам, плюс леса. Как кто-то назвал мой виноградник. Вот там, где совсем лес, там под листьями, в общем-то, все спряталось. И, может быть, не все будет так страшно. Вот он и плюс леса. А там, где все было более-менее открыто, ну, видите, что там произошло. Ну, вот смотрите, мукузаник, который лежал на земле, потому что, ну, я говорила, не успевали мы сделать шпалеры. И здесь, конечно, чуть-чуть могут быть повреждения, но они минимальные. Как раз-таки за счет того, что куст вот так вот лежал на земле. Вот там только немножечко гроздочка повреждена. Пару ягод, ну, по сравнению с зилгой, которая на шпалере, я бы сказала, что здесь повреждения вообще самые-самые минимальные. Ну, а шпалера готова, сейчас он поднимется на нее. Ну, и, конечно, иногда в таком неуспевании и некотором запущении кустов бывают и свои плюсы. Основной вопрос, что делать. Первое, поскольку часть виноградника цветет, цветущую часть мы трогать сейчас не будем. Единственное, что у меня стоит термофильный чай, поскольку стояла жара, сейчас прошли дожди, тем более вот такой, даже с повреждениями, то термофильным чаем я обработаю абсолютно все. Что касается тех кустов, тех лос, которые у нас с ягодой, вот с такой побитой, срочно-срочно обрабатывать, обрабатывать против гнили. Препаратом системным здесь уже ничего жалеть не стоит, а надо это делать срочно, потому что ворота инфекции открыты, по-хорошему надо было бы и ягодки вот эти все поубирать. Конечно, я кое-что поубираю, насколько это возможно, но два кустозелги у меня так побиты, и убрать все просто будет нереально. А это, повторюсь, ворота инфекции, и сейчас нам важно сохранить кусты и сохранить хоть как-то урожай, тот, который еще остался. Поэтому системный препарат против гнили, у меня это хорус, у вас может быть что-то еще другое, но обязательно обработать, если вдруг такое случилось, и чем скорее, тем лучше, нам надо максимально защитить наши кусты. Вот смотрите, какое там решето получилось с листом. Ну, с листьями мы ничего не делаем, понятно, что те, которые отбились, мы убираем. Отбитые грозди мы тоже убираем, отбитые побеги мы тоже убираем, чтобы ничего этого не лежало, не мешало. Дожидаемся в моем случае окончания цветений и тоже обрабатываем обязательно системными препаратами. Здесь мы уже никак без них не обойдемся, потому что, ну, к сожалению, вот так сейчас открыты ворота инфекции, тоже жорстение ослаблено, поэтому надо быстро предпринимать какие-то действия. Но, повторюсь, я это сделала только после цветения. Сейчас я буду обрабатывать только то, что уже отцвело и завязала ягоду. К сожалению, такое видео сегодня достаточно печальное, повод печальный. Ну, что поделать против стихий, мы бессильны вам, желаю, чтобы вас это обошло, чтобы у вас была хорошая погода, ваши лозы хорошо росли и зрели. Ну, а я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов, винограды и мои контакты. До новых встреч!